Заливные тюменские луга Заливные тюменские луга По их профессиональным компетенциям Для того, чтобы у нас Как бы такая познавательная Чтобы оставить в тупик человека при выступлении Да, чтобы зачмурить его прям Вот вопрос к тебе, как к жителю Тюмени У меня же он записан Вопрос к тебе, как к жителю Тюмени Правда ли Вот я в СМИ читал Правда ли, что в прошлом году В Тюмени провели интернет И это стало сильным драйвером У нас на тюменской экономике Ты почаще нажимай Ты когда читаешь источники Из каких-то древних вещей То есть ты можешь сказать, что у вас давно есть Конечно, и там даже уже молоко в этом интернете Есть уже больше года Ну тогда давай рассказывай про молоко в интернете Еще раз представлюсь Меня зовут Безруков Андрей Я директор компании Notorious Зарод занимается интернет-маркетингом И компания TigerTiger Чья основная задача, функция, миссия Это брендинг Офлайн-маркетинг Ну и плюс к этому являюсь экспертом Яндекса по обучению То есть выступаю на конференциях Рассказывал этот доклад В Тюмени Там все удивились Оказывается, что у нас есть молоко в интернете В Воронеже Ну и расскажу в Челябинске Доклад на самом деле интересный Мне он очень нравится Вообще этот проект очень нравится Потому что задача очень нетипичная Ну давайте вот Коротко про нас Ну и собственно задача Из компании Золотые Луга Это производитель молока То есть они закупают сырое молоко У фермеров И делают из него всякие молочные продукты Творог, молоко, кефир, йогурты, сыр Очень вкусная продукция Мне самому очень нравится И вот В основном они работают в Уральском федеральном округе Так Все хорошо Ну вот Уральский федеральный округ В том числе поставляют продукцию в Челябинск Я думаю, что здесь можно их мест в магазинах найти И вот Давайте я вас спрошу у вас Как специалисты в Digital Также как и я Как бы вы решали такую задачу Есть молоко, молочные продукты Нужно их продвигать в Челябинске Здесь в Челябинске Компанию Золотые Луга Ну наверное не так хорошо знают Как в Фемини Потому что Фемини это крупный завод Работодатель большой А здесь это просто Какое-то очередное молоко В очередной красивой упаковке Которая стоит на полочке Как вы этокузачу решали? Что-что? Громче, громче, смелее Ну Ну так же собрались в компании Когда я стал сдачным Что делать будем? Ну молоко Медики надо Медики надо На самом деле проблема здесь в том Что целевая аудитория ярко выжжена Молоко покупают все Кто из вас покупает молоко в магазине? Кому из вас жена говорит Какое молоко купить? Кто из вас жене говорит Какое молоко нужно купить? На самом деле все покупают Вот есть люди просто Которые любят молоко и молочные продукты Стараются много их потреблять И им это нравится И есть те, кто Ну как-то не очень Добавляет, допустим В пищу при приготовлении Но не Как-то отдельно не пьет Но тем не менее Это разные люди Это могут быть даже дети Их отправили в магазин Купить молока Но обычно все-таки говорят Какое покупать? Так или иначе Аудитория очень широкая Нельзя сделать какую-нибудь там Рекламную кампанию Подключу словам на поиски Там никто не набирает Молоко Челябинск Нет такого запроса Кто будет искать Ну зачем? Да или там Молоко Заказать домой молоко Пиццу домой заказывают Молоко не То есть Непонятно Как это делать И конечно Когда продукт Выходит в новый рынок Нужно сдать ему максимальную охватку То есть первое Что приходит в голову Давайте во всем по порядку То есть Стоит задача Измеримый рост продаж Молочной продукции Компания «Золотый лук» Это очень технологичная компания Которая ставится для целей Кипят, все запробуют И очень много всего И они соответственно Понимают, что Сергей приглашает В голову На самом деле Измеримый рост продажи Как нужно посчитать рост продажи Дело в том, что еще Другая есть проблема Они построят молоко В торговой сети В торговой сети Это молоко Продают или не продают И они не очень будут рассказывать Продают или не продают То есть тяжело сделать так Чтобы узнать Поставили допустим Тысячу килограмм продукции В торговую точку Сколько из этого продалось А сколько они потом Списали как нелепит Потому что оно не продалось Они эти даты не раскрывают Особенно крупные сети Как измерить рост продаж Логично, что если продажи есть То будут больше закупать То есть увеличить Собьем закупки При этом далеко не факт Если вы приходили в пятерочку Я вот допустим Гожу рядом с домом Часто бывает такая ситуация Что если ты постоянно покупаешь Ты его пекаешь Его нет Он кончился Ты вот его хочешь Но его нет И ты покупаешь что-то другое Потому что тебе нужно продавать Купость другого бренда Соответственно получается Что эти торговые сети крупные Они не точно хорошо просчитывают спрос И возникает ситуация На полке реально товара нет Он уже не пришел Ну и соответственно Что перейти Вообще непонятно Не решили, купили Решили, не купили Либо какая-то флота По разным производителям По популярным брендам Допустим Постоянно есть просто квашины Постоянно нет местных производителей То есть они не парятся Соответственно Как в этой ситуации Изменять рост продаж Молочной продукции В самом деле Задача очень сложная Поэтому платье Детейл Будь не свой А через черный бизнес Тем не менее Я сейчас попробую Представить себе Нашу целевую аудиторию И Различные социологи И следователи Говорят вам Что вот Единственный человек Который покупает молоко Это вот такая специальная Женщина Среднего возраста Со средним доходом Со средними интересами Очень такая Средняя женщина И мы понимаем Что такого портрета На самом деле Ну если он и есть То на него Охотятся все Потому что он Средний покупатель всего И сделать Таргетинг На эту аудиторию Во-первых Это конкурировать Ну на аукционе С теми Кто тоже хочет На эту аудиторию Ее хотят все Потому что Прямо та женщина Которая прям Всю семью Принусит на сна Все покупает Он самый лучший Покупатель Соответственно Таргетировать на нее Бессмысленно Это будет Дорого И пак Сейчас Сработает Звучало Медика Что еще есть Контекст Таргетированную Таргетированную Рекламу Блогеры Давайте закажем Рекламу Академиков Молочной продукции Вот Мамочки Это вообще Первое Что у нас родилось Супер Мамочки Это же Такие вот Прямо Специальные Мамочки Которых Есть Маленькие Дети Они сидят С ними В декрете Им Некогда Ходить В магазины Им Это все Тяжело Это все Сложно Они выбирают Это Самая лучшая Классная Аудитория Лучше Ее выкинуть В отдельный Сегмент Не И настроить Отдельное Офер Отдельное Предложение Ну Давайте Посмотрим Четыре Кейса Как Мы Использовали Медитную Компанию На сайтах Когда Нужно Было Набрать Аудиторию И вообще Посмотреть Как Люди Реагируют На Предложение Дальше Перейдем К Вовлечению Аудитории В коммуникацию С брендом Что Они не просто Увидят Нашу рекламу А у них Какие-то Эмоции Сотранились После этого Какие-то Ассоциации Позитивные Часто Бывает Заход Думаешь Прикольная Какая штука Мне понравилась Ты хочешь Магазин О Докладайте Прикольно Как Ну Бывает Срабатывает Подсознание Третий Как Мы Делали Киперлокальный Даггет И Привлекали Аудиторию В конкретные Точки Продаж Ну И Четвертый Наконец Как Мы Решили Избавиться От всех Посредников И Просто Сделать Доставку Доставку Малаката Мой Водос Использовали В основном Ядекс Директ Конечно Почему Ну На самом деле Очень Груная Система В которой Много Всего И Много Разных Инструментов Много Разных Форматов И Самое Ценность Что Есть Информация В аудитории У тебя Накапливается То есть Ты Сделал Одну Единую Компанию Получила Аудиторию Она Сохранилась В аккаунте Директа Сделал Вторую По пункту Ее Поперехватило Аудиторию Было Два Касания С Брэдом То есть Накапливая Аудиторию В каждом Инструменте Ты Можешь Контролировать Процесс Погружения Своей целевой Аудитории Проект Реклана На самом деле Очень ценно Поэтому Мы выбрали Инструмент У которого Самые Богатые Возможности Тестик Все Самые Богатые Возможности Инструмент В котором Накапливается Аудитория Потому что Много Будет Показов В нашем Регионе Если Мы Запускали Google Вконтакте Сетку Фейсбука То Мы Собрали По части Аудитории В одном Инструменте А здесь Можно И Разные Форматы И Делать Разные Компании Ну И Другой Плюс Можно Делать Разные Штуки Можно Делать Не Просто Картины С Баннерами Можно Делать Видеоролики Можно Оставлять Интерактивные Баннеры С которыми Интересно Взаимодействовать И Самое Прикольное Что Можно Снимать Взаимодействие Видео Дам И Понимать Зашло Не Зашло С Картинкой Сложнее Ну Реклама Сеть Говорит Что Ну Вы Как Посмотрели Круто Конечно Посмотрели Вообще Количество Видов Жаль Меньше Количество Видей А Здесь Можно Посмотреть Кто Кто Посмотрел Видео Или Что Подожжим Абонарь Который Есть Абонарь Можно Эти цели Отдельно Себе Снимать И Смотреть Сколько Заболит Начнем С первого Медийная Реклама В первую очередь Инструмент Это Pixel Яндекс Он Ставится Внутри Медийного Формата Вы Посмотрите Все Те Кто Видели Компанию Все Те Кто Переходили На Собираем Собираем Себе Большое Проявище Чтобы Дальше Работать То есть Мы Работаем Не С Холодной Базой В следующий Раз А Уже С Эми Кто Видел Нашу Рекламу Те Уже Собираем Ну И Первое Что Мы Сделали Это Кейс 2018 Год И Дальше Был Яндекс Дисплей А Медийной Компании RTB В Директе Не Было Сейчас По сути RTB Аукцион Директе Раньше Это Был Дисплей Раньше Это Было Был Агентство Сейчас Каждый Кто Есть Акклант Директе Может Закустить RTB Компанию Мы Выбрали Основные Области Продвижения Сделали 6 Недель Запуска И Просто Рассказывали Что Хороший Проект Хорошее Молоко Все Классно Вкусно Вот Пример Небольшого Среза Как Мы Пократили 40 Диск Рублей Получили Какое-то Количество Кликов Но Ключевое Что Мы Получили Стоимость Тысячи Показов Меньше Чем Сто Рублей И Данные Приводятся Здесь В Номосибирске Потому Что Номосибирске Оказалось Очень Дешевая Медийная Реклама Близкая Конкуренция И Можно Было Все Жасли Поскольку Номосибирске Клиенты Это Новый рынок То Мы На него Сфокусировались Потому Что Мы Что Там Лучше Узнали Заодно Увидим Как Что Сколки Происходит В магазинах Будет Крятый Переляться Но По Этим Данам Мы Просто Видим Что Инструмент Сработал Неплохо Если Брать Уссредненный CPR По Инструментам Директа То Получается Даже Дешевле Чем Обычно Бывает Вроде Выгодно Вроде Выгодно Но Да Это Широкий Отклад Не Бращаются На Контакты Если Какой-то Вы Чего-то Переходите На Страничку Чтобы Узнать О Бренде Продукте Подробнее Но Из Минусов Деньги На Воздух Благодаря Компания Может Сделать 40 Тысяч рублей Или Даже Больше Если Дельный Средств На самом День Бюджетов Больше Просто Вот Так Скинуть Посмотрите На Кажется Что Немножко Волосло Но На самом Деем Мы Дальше Видим Как Это Повлияло Потому Что Путь Собран На Мухторию Которую Мы Отквартили От Единой Компании Мы Дальше Будем Повторно Использовать Снова На них Корректировать Новый Реклам Идем Дальше У нас Есть Аудитория Мы Отквартили По всем регионам Скажите Какой Прибойный Бренд Придим Полезная Полезная Какое Еще Молоко Бывает Свежее Натуральное Обезжиренное Или с жиром Натуральное На самом Деле Получается Что Любое Молоко Возьми Оно Натуральное Свежее Качественное Сложно Выделить Как Что-то Уникальное Что-то Цепиться Даже Если В компании Есть Какие-то Бау Технологии Ну Во-первых Людям Тяжело Понять Что На самом Деле Молоко Можно Делать Разные Свостами В завод Технологии Есть Завод Где Молоко От Подачи В завод До Выезда Из Завода В упаковке Не соприкасается С внешней средой Вообще И Как своя Лаборатория Заводистая Которая Снимает Пробу И так Далее Ну Казалось бы Прикольно У других Молокозаводов А мы Работаем С Пикюком Который Снимается Производством Молока Не Так Вот Не Так Я не буду Называть Бренд Наших Клиентов Но Скажу Что Других Компаний Вообще Не Так И То Что Делает Завод Немного Общая Технология Это Очень Круто Но Как Это Показать Сложно У вас Нет Конфликта Интересов Конфликт Конкурирует Один С другом И С каждой Компанией Стараемся В Разных Регионах Наш Молоко Ну И Каждый Из Каждый К Технологический Лидер Они Могут Скажем Очень Качественные Продукции Подтвердить Плюс Награда На Выставках Другой Компании Будет Другое Преимущество И Тут Конфликт Интересов Его Наверное Столько Нет Плюс Накаркивается У нас Огромный Опыт Именно Для Этого У Компритории Нужно Какие-то Вещи Не Делать Как По Которым Мы Пробовали И Они И Работают Итак Мы Решили Подумать Что Масленица Прикольная Штука Масленица Это Позитив Масленица Это Блины Это Бабушка Это Вкусно Это Классно Это Те Эмоции Они Вдольку Позитивные Они Связаны С Новочной Продукцией Потому Что Масленица Без Блинов Блины Без Молока Без Сметана Не Существует Можно Двор Добавить Со Что Мы Сделали То Также Дисплей HPM5 И Видимо Сеть Те Инструменты Которые Причатся Для Синфонамент Чтобы Сделать Большой Отклад Большое Количество Перекодов И Недорого Потому Что Конкуренция Нескать Мы Сделали Оттельную Достаточно Страницу Здесь Семь Рецептов Блинов От разных Типажей Людей Коценажей Заходишь На каждую Нажимаешь Там Появляется Рецепт Какой-то Прикорный И Люди Перемасливаться Заходили И Читали И Мы Мерили Количество Просмотра Каждого Рецепта Что У нас Получилось Во-первых Мы Хватили Треть Той Аудитории Которая Раньше Видела Медийную Рекламу То есть Это уже Была Подготовленная Аудитория Которая Она Знала Ну Или Надеемся Что Знала Соотношение Кликов К Целевым Рецепт Они Деактивные Шторки Передаются То есть Получается Что Мы Посмотрели Цифры И Сказали Бизнесу Что Смотрите Это Же Не Просто Люди Мы Им Показали Видеи И Потом Они Перешли На Сайт И Сделали Много Целеведейства Они Устаняли Двадцать Рецептов Провели Полтременной Страницы Они Все Это Время Контактировались С вашим Брендом Это Очень Хорошо У них Закрепилась Ассоциация Потом Они Прошли Пятерочку И Рука Сама Потянулась В нужной Полке Пользовав Продукт Здорово Реклама Работала Хорошо Инструменты Яндексы Показали Что Классно Работают Мы Показали Что Прикольный Креатив Он Зашел Все Получилось Все Классно Чем Минус Где Продажа Чем Где Там Указимость Полки Ну Каждый Год Подскакивает Продаж Сколок Это же Мастер Период Великий Пост Заканчивается И начинается Я не знаю Приурочено К тому Что люди Протребляют Больше Молочной Продукции Мальчик Посчитать Как Рой Давайте Рой Цифры Ну Никак Ну Не Сделаешь Ничего Видишь Просто Люди Которые Пошли На страницу Посмотрели На Рецепты Все На самом Деле Мы Старались Это Все Раскрули Поворонки Чтоб Были Люди Которые Первое Касание С брендом Потом Как Они Захотели На страницу Вовлекались И Дальше Выстраивали Воронку Вовлеченности Чтоб Показывать Что Эти Люди Становятся Большими Ближе К Бренду Ближе К Продаже Но Не Могли Пронести До Конца Чтобы Показать Сколько Это Принесло Компании В ответ Пошли Дальше И Тем Ближе К Полу Думаю Все знаты Работают Геотаргетинг Гиперлокальный Таргетинг Супер Геотаргетинг Как он еще Называется Есть Карта Допустим Здесь Карта Золотых Клугов Она находится В адресу Матр Золотых Угару И Здесь Реально Времени Где Можно Купить Какой продукт Золотых Клугов В любом магазине По всей Питали Продаж Данные Обновляются Ежемерно Тоже Хороший Инструмент Потому Что Есть Фанаты Брендов Которые Отойти Именно Навинные Со вкусом Аплепихи И Нужно Поискать Потому Что Тяжело Везде Прогрузить Такую Полку Итак Мы Видим Люди Наши Магазины Мы Видим Кто Находится Рядом С Нимитом Постоянно Живет Тот Часто Бывает На Конкретной Точке Мы Можем Тоже Выцепить Через Яндекс Аудитории И Сделать Оденную Компанию Что Мы Сделали Ашан 7 Магнитов По Всем регионам Уфо Сделали 15 Геополигонов То есть Ашан Рядом С ним Есть Микрорайоны Логично Что Люди Которые Жут В этих Микрорайонах Они Ездят Ашан За продуктами Соответственно Мы Аудиторию Выделяем И Начинаем Совместно С Ашаном Рекламную Компанию Рекламная Компания О том Что Желтые Цены Плюс Это Рядом Плюс Это Золотые Рука И Опять же Берем Ту Аудиторию Которая Была Накоплена С Медийки С Масленицей То есть Нашу Аудиторию Которая Уже Знает Бренды Не Просто Люди С Улицы Но И В том Числе Подмешивая С Выбор Настроить Можно Двумя Способами Это Либо Люди Которые Часто Бывают В Компьютер Точке Либо Люди Которые Прямо Часто Находятся Выбор Именно Тех Которые Живут И Докладятся Там Очень Часто То есть Компаж Охватили Больше Миллиона Человек Это Уникальные Посетители Очень Интересивно Распределили По ним Показы Получили Хороший охват Какие-то Небольшие Деньги Потратили На то Чтобы Эту Цифру Сделать Что Мы Получили Мы Посмотрели Что Обычно Уходимость Товаровой Сполки 76% Я Не очень Знаю Как это Считается Но Все Малитейки И Знают Что 7% Уходимости Сполки Обычная Цифра Если Ты Ее Повышаешь За счет Ценевой Акции Она Вырастает Желтый Цельник 82% А Если Подкрепляющий Рекламную Компанию Растет Еще Выше Уходимость Повышается Да На 5% Пунктов Она Повышается Но Мы Показали Что Смотрите Небийная Реклама Работа С Аудиторией Все Эти Прекрасные Диджитальные Штуки Они Помогают Вам Делать Больше Продаж Сколки И Этот Кейс Уже Ближе К реальным Деньгам И К реальным Кейсам Для Бизнеса Дальше Мы сделали Аналогично Для пятерочки Выбрали отдельно Мелосибирский Омск Выбрали большое Количество Пятерочек Потребили На две части Пятерочки Которых Есть Желтый Ценник И там Есть Реклама Пятерочки С желтым Ценником И там Нет Рекламы И сравнили Чтобы точно Показать Что это не просто Как Крутой Маклум Урожай Так что На самом деле Есть разные Перимоды И люди По-разному С ведут С рекламной Поддержкой И без Реклама Мы тоже Отдельный Слез По цифрам Чтобы было Понятно Параметр Расхода И Судата Компании И что мы Видим Что Опять же Обычно У нас Укодимость 83% В Тех Пятерках Где была Ценовая Акция Желтые цены 89% А там Где была И Желтые цены И рекламная Поддержка Уходимость Опять была Выше То есть Тут мы доказали Конкретно В одно и то же Время Что В одно и то же Время Работает Реклама Или не работает Реклама Цифры Разнятся Хотя Пятерочки Похожей Будет Реклама С способностей Которые Распределяли Это Большое Количество И Понятно Как Можно Дрекировать Плюсы Мы Доказали Реклама Увеличивает Офлайн Продажи Ну На цифрах На фактах Минусы Это нельзя Посчитать Напрямую Я не могу Сказать Сколько Рублей Пронесла Для Компании Я могу Сказать Сколько Натабрали А сколько Натабрали Но Не посчитать Эти данные Тяжело Задуваются И Напрямую Это не соединяется Не связывается Мало ли Там Человек Не за рекламу Пришел А купил Тоже Это все Напрямую Не сводится Идем дальше Прямые Продажи Исключаем Все цепочки Логистики И все Гипермаркеты И георочки Которые Накую информацию Не отдаем Будем считать Все сами Да Там была акция Неделя Желтых ценников А реклама Была Немножко До нее Во время Нее Ну там Что-то Создать Ажиотаж Интересно Мы сделали Доставки Продуктов Здесь можно Выбрать Продукцию Собрать Из них Казинку Заказать Доставкой Домой В офис Цена Получается Чуть Дешевле Чем Теночки Соземьи Доставка Бесплатная Поэтому Чисто Подсвет И даже Выгодно Взяли Опять же Инструмент НСЯ Взяли Ретаргет Совсем Приметой Который Мы заприкали На разные Наши Площадки Поскольку Метрика Была Общая Мы все Смирили И теперь Те, кто Видели Рекламу Петелочки Ашана Наследницы Просто Мегийку Мы их Все собрали Вместе И чисто По этой Аудитории Уже Готовы Что Опять же Подкопить Что И Ну Предыдущие Было Все Не зря Мы стали Делать Компанию То есть Аудиторию Еще Дополнительно Разбили На Сегменты И Дали Им Кажут Профессиональная Памость Сообщения Какое Более Релевантное Что Мы Получили На Удивление При Очень Небольшом Расходе Мы Сделали Огромное Количество Показов То есть Опять же Реклама На Аудиторию Которая У тебя Уже Есть Яндекс Аудитория Она Более Выгодная Чем Реклама Просто Редика Просто Там Не знаю Любой Сформе Получается Что Рекламируется На Аудиторию Который Собрал Ты Даешь Больше Интенсивность Показов За Мельшие Деньги Потому Что Здесь Если Посчитать CPM Там Не знаю Запятой Будет Много Нуликов Хорошие Клики Ну И Конверсия Конверсию Мы Считали В первый Заказ И Только По Новым Клиентам То есть Те Которые Зашли По Рекламе Мы Раньше Заказывали И И И И И Если Мультиком Оцент Разделен На Составляющие Если Мы Видим Новую Аудиторию Те Которые Были Без Медийного Деклара Которые Просто Примотались То Их Конверсия Гораздо Ниже А Те Кто Уже Знал Бренд То Их Конверсия В Первый Заказ Была Выше Это При том Что Сели Страны И У нас У людей Примычки Заказывать Молокос Заставка Пиццы Там Понятно Заходишь По 20% Потому Что Кто Хочет Купить Пиццу Он Заходит Либо Покупает Пиццу Либо Не Покупает Пиццу А Зачем Заходят Так Прикольно Это Мне Привезут Молоко Завтра Вечером Так Хочу ли я Молоко Завтра Вечером Может Я Сегодня Вечером Зайду В магазин Мне Не Нужно Молоко По Сам Деле Это Нетипичный Сервис Он Нераспространен Это Очень Узкая Аудитория И тем Ныне Мы Проводили По ней Исследования И Мы Скажем Кто Эти Люди Во-первых Это Те Кто Покупает Много Молочной Продукции Регулярно Килограмм Творога На неделю Много Молока Те Кто Всей Семьей Очень Любят Молочную Продукцию Покупают Много Здесь Они Очень Быстро Посчитают Экономят Деньги Потому Что Чуть Чуть Ниже Цены Чем Магазин Доставка Бесплатная И Им Не Нужно Таскать Это Все На Руках Это Очень Удобно Поэтому Они Решили И Пользоваться Потом Есть Люди Которые Просто Заказывают Все Воду Доставкой Пиццу Доставкой Все Доставкой Если Там Есть Доставка Они Закажут Доставкой Потому Что Люди Им Особо Никуда От него Не Отойти Им Молока Нужно Немного И Семье И Семье И Ребронку И Они Заказывают Это Очень Часто Им Очень Удобно И Аудитория Продвинутых Пенсионеров Это Пенсионеры В Одноклассниках Они Выиграли Там Прошли Все Уровни Это Специальные Особые Пенсионеры Которые С Есть Такие Пенсионеры И При том Что Они Очень Технологически Продвинутые И По-прежнему Пожилые Люди Им Тяжело Ходить В магазин Тяжело Поскачивать С собой Большое Тяжелое Они Очень Людят Моложную Продукцию Это Полезно Для Много Для чего И Особенно Пожилым Людям Поэтому Им Это Покупают Соответственно Яблоко И Яблоко Да Или Просто Яблоко Потому Что Сын Это Решил Соответственно Там Где много Девушек Они Просто Покупают Доставки В офис И Кажется Людик Может Что-то Попробовать В общем Нет Мы Тоже Заказываем У нас Володин Покс Все Стоит Можно Просто Пойти Подкрепиться И Клик На Дет У Я С Человек День Итого Выводы По Прямой Доставке Без Плюсов Реклама Действительно Продажи Традиционному Плайн Бизнес Даже Если Полностью Вывести Модальный Канал Даже Если Это Будет Не Типичная Ситуация Потребления Допустим Молоко С доставкой Из Минусов Невозможно Полностью Все Досконально Оцепровать Но Исходя Из Того Как Это Все Выстраивается Все Будет Очень Логичным Рациональным И Заправлено Реклам Оправданным И Наверное На Текущий Максимум Который Нам Может Дать Информационные Технологии В целом По Тому Как Можно Соединить Покупки В Оффлайне И Олайн Компании Сейчас Есть Такие Инструменты Допустим Google Не Сопустил Сервис Чек Которые Позволяют Бонусная Система Они При Оплате Оффлайн На Кассе Дают Кэшбэк Это Все Соединяется Меджится С Данными По Общей Компании И Можно В принципе Увидеть Всех Тех Людей Которые Были На Сайте Купили В Магазине Путерочки Космопродукцию Но Это Пока Такой Космос Который Тестер На Сипец Возможно Мы К этому Придем Мы Знаем Что Налоговая Знает Все О том Что Мы Покупаем Когда Мы Покупаем Клюзу Майн Кассы Просто Эти данные Никому Не Отдаются Возможно Скоро Будут Сервисы Которые Дадут Бизнес Данные Обратно И Мы Средним Полностью Ванг Космоплайн Но До Тех Пор Нужно Просто Стремиться Максимально Точно Оцифровать Результаты Своей Работы Что Мы Делаем И Что Я Желаю Вам Чтобы Не Останавливаться На том Что Есть Показы Крики На Все А Стараться Максимально Добраться До Денег Чтобы Объяснить Что Это Продвижение Имеет Смысл Имеет Результат И Его Нужно Продолжать Все Андрей Спасибо Огромное Очень Крутой Кейс Слушай Я Можно Первый Вопрос Задам Вот Выглядит Все Так Как Какая-то Рафинированная История Рафинированного Успешного Успеха Вот Ты Рассказывал Что Вы Предположили Вот это Сделали Оно Зашло Потом Вот это Сделали Оно Зашло Это Правда Вы такие Умные Или Все Такие Фейлы Случались Я Просто Не Рассказывал Что Предположили Оно Не Зашло А Можно Коротко Двух Словах Хотя Чтобы Нам Потому Что Я Чувствую Таким Школьником Который Ничего Не Умеет Расскажи Парочку Каких Того Что Не Зашло Что Не Медийную Компанию Разделили На Разные Аудиторные Сегменты Выделили Соцдему Какие-то Отдельные Участки Допустим Молодые Семейные Люди Немолодые Несемейные Люди Ну так Далее Все это Разложили И пытались Сделать Креатив Под каждый Сегмент То Мы Видели Что В отдельных Сегментах Компания Прошла CTR Очень Низкий Отхват Очень Низкий То Мы Не Попали Своим Сообщением Своим Креативом В аудиторию И Помогло нам Исправиться Исследование Когда мы Просто Используя Базу Пользуя Сервиса Их Там Более Уже Трех тысяч Пользователей Сервиса Доставки Мы Соответственно Смогли Мы Знаем О них Все Мы знаем О них Вообще Все Метрика Куда Ходили Что Они До Траждения Указывают Пол Все Классно Анкета Хорошая То То есть Мы Не знаем Все Мы Смогли Эти Свои Такие Догадочные Сегменты Разложительно Реальных Людей Провести Нормальный Телефонный Опрос Выяснить Почему Они Являются Покупателями Продукции Пользователями Сервиса И За счет Тех Инсайтов Которые Мы На основании Исследования Прочерпнули Мы Смогли Сформулировать Те Креативы Которые Действительно Заходят И они Неочевидны Вот Нам Кажется Что Мы Такие Крутые Все Моркетологи Молодые Мамочки Они Должны Любить Молоко Им Нужно Написать Что Молоко Это Же Полезно Для Ребенка И Молодая Мамочка Такая Вау Точно А я Не знала Вы Открыли Мне Глаза Пойду Куплю Ваше Молоко А на Самом Деле Так Не Работает Потому Что Смотришь И А получаешь Не Это А потом Начинаешь Разговаривать И понимаешь Что Они Покупают Продукции Не потому Что Молодые Мамочки А потому Что Им Важна Свежесть Продукции Они Хотят Просто Покупать Самое Свежее И То Что Стоит 5 дней В магазине У дома А то Что Тебя Напрямую С завода Привозят Сразу Свежее Не Бывает И Именно Поэтому Покупают Потому Что Молодые Мамочки И Вот Эти Опущения Которые Мы Конструировали Потому Что Мы Такие Опытные Маркетологи Такая Крутая Команда С Таким Опытом Часто Были ошибочными Их Нужно Проверять И Тут Наверное Большой Рефирант Сторона Клиента Что Когда Мы Ошибались Нам Не Говорили Вы Плохо Работаете Вы Все Ужасно Делаете На Мороз И Еще Другое Агентство Клиент Тоже Понимает Что Он Знает Все И Вместе С Нами Пытался Думать Об Этому Делать Исследования На Дегустациях На Мероприятиях И Как Помогать Нам Давать Больше Данных Чтобы Вы Могли Лучше Работать Это Очень Важно Редко Акто Клиент Понимает Что У него С Агентством Одна Цель И Нужно Работать Вместе А Не Просто Найти Такого Клиента Нам Повезло Спасибо Еще Вопросы Пожалуйста Коллеги Добрый день Спасибо Вопрос Какая Цель Была Запуск Проекта Приставки Молока Первый Второй Была Ли Экономика Не получение Чистой Прибыли Конкретно Этого Проекта Если Была То Стоимость Прилучения Продажа Второй Вопрос На Сам Деле Проект Начинался Как Эксперемент Нам Клиенту Было Интересно Насколько Это Вообще Возможно Что Клиент Покупать Молоко С доставкой У многих странах Есть Традиция Молочника Который Приводит Молоко Они Покупают Как Подписка На газету То есть Покуп Работает У нас Не так У нас Нужно Молоко И Покупают И Мы Подумали А Зай Это Такая Традиция Сначала Было Интересно То есть Компания Инвестировала Свои Деньги В Дополнительные Данные Эксперемент А мы Подумали Что Можно Поиграться Прикольно Поиграться Сделать Прикольно Есть Успешные Неуспешные Суспешные Не так Рассказывает Неуспешные Скажем Ну Да Вот Но Само Собой Для Компании Это Не просто Поиграться Это Бизнес И Это Отдельное Направление Прямые Продажи И Сети У кого Мы Знаем Ариан Ариан Так Делали Да Да Не все Это Делают Здесь Вместо Того Чтобы Делать Онлайн Точку Начали Сделать Онлайн Точку И Сначала Мы Это Запустили На Все Города Доставки Мелосибирск Сургут Челябинск Тюмень И Увидели Как В разных Регионах По-разному Люди Заходят И Само Собой В Тюмени Где Проект Знают Дольше Отношение К нему Лучше Многие Знают Как Хорошее Место Работать Многие Советуют И так Далее Там Соответственно Узнаваемость Выше И Людей Больше И Сейчас Доставка Работает Пока Только В Тюмени Но Она Работает То есть Она Рентабельна Она Принесит Прибыль И Сейчас На Примере Тюмени Мы Стараемся Прибыль Увеличить То есть Деньги Считаем Уже В разрезе Чистой Пример Клиент Лучшей Себестоимости Все Логистики Мы Работаем Как Модель За счет Чего Она Работает Как Модель Я Уверен Мы Вернемся И в Челябинск И в Сургут И Выстроим Там Лучшую Логистику И Лучший Продукт Когда Пойдем Когда Работает Потому Сейчас Это Реальный Бизнес Он Дает Деньги Дает Так же Как Подгрузка В Торговые Сети Да Меньше Деньги Показывает Что Торговые Сети Уходят Больше Но Мы Видим Что Многие Компании На этом Рынке Пытаются Что-то Такое Делать Тритейл Выходит Улайн Доставку И Что-то Подобное Делает И Здесь Приятно Быть Первыми И Приятно Быть Независимыми От Техни Спасибо Еще Раз Андрей Спасибо Если у вас есть вопросы Вы можете его понимать В кулеварах Я его рекомендую Как интересного собеседника